Добрый день! Меня зовут Максим Кувычко, преподаватель Детской школы искусств имени Рахманинова, город Краснодар. Солист симфонического оркестра, Кубанского симфонического оркестра и регулятор 1-3-го авторной музыкального театра имени Леонарда Григорьевича Гатова. Сегодня я буду говорить о проблематике развития индивидуального мастерства при подготовке ученика Детской школы искусств к конкурсам и о подборе муштуков. Данная статья будет приложена в электронном формате. В этой статье раскрыта проблематика развития мастерства ученика Детской школы искусств через создание для него индивидуально подобранного муштука на базе мастерской по ремонту инструментов в городе Краснодаре. Также раскрыта тема необходимости привлечения внимания к подбору муштука и вывода этой составной части инструмента из раздела аксессуаров. Когда-то учитель мне говорил, развивай аппарат, выдержку мышц, раздвигай стены, пределы своих возможностей. Эти аллегории очень помогают жизни. Но, разглядывая нынешней ситуации как преподавателя уже своего ученика, я столкнулся с новой интересной задачей, которая была связана как раз с тем, что, подобрав ему определенную систему занятий, мы столкнулись с стеной, с пределом, который он не мог преодолеть. Немного подробнее расскажу о технологии, которую я ему подбирал, потому как, чтобы не быть голословным, объясню, что и как я сделал, и после чего, что меня подтолкнуло к муштукам, к поиску муштука для ученика своего. Ученик Роман Болотов, 7 класса, детская школа искусств имени Сергея Васильевича Рахманова в городе Краснодаре. Система, по которой он обучается, состоит из литературы отечественных и зарубежных мастеров. Это Гриценко, Юрий, Москва, 95-й год, технология освоения Волторны, сборник. Саладуев, 60-го года, школа игры на Волторне. Также учебник Филипп Фаркаш, 56-го года, сборник под названием «Искусство игры на Волторне». Полная методика для Волторны под названием «Большая теоретическая и практическая школа для Волторны Оскара Франца», переведенная английским волторнистом Густавом Сайенгером. Год издания не указан на сборнике. И «Льюис Маджо». Оригинальная система Льюиса Маджо для духовых инструментов. Все эти сборники я включаю в систему занятий по развитию обучения в детской школе искусств. Ну, конечно, самых одаренных и талантливых учеников. Эти сборники включают в себя разъяснения по постановке муштука, звукоизвлечения, развития гибкости, мышц аппарата, диапазона и выдержки. Подходя к обучению конкретно Романа, я подходил системно и индивидуально к его способностям. Составил план развития его навыков во временной динамики, равной 3 месяцам для установки. И также уставил контроль в его домашних занятиях. Ему был выдан график ежедневных занятий и план. Он распечатал электронный план, который повесил себе на холодильник. Этот график включал в себя прописанные в графах все ежедневные упражнения, плюс пометки к ним. То есть, там отдельная графа есть, сколько он времени тратит на это упражнение, и затем отдельная графа, с какими трудностями он сталкивается, если они есть на данный день. Очень интересный график. И после каждых 10 дней эти графики я у него их брал и проверял, корректировал, делал выводы. И подводил итоги роста за 10 дней. Почему 10 дней конкретно я использовал? Потому что во временной динамике самую удобную единицу брать в развитии аппарата и мышц именно 10 дней у волтермиста. Особенно если мы говорим о развитии выдержки. Потому как это будет динамика полнообразной. Она будет сначала идти на подъем, затем обязательно подъем на спад. И к концу 10 дней она будет выравниваться и уже давать какие-то плоды. Если не будет давать, то тут как раз стоит и делать выводы, почему она не дает. Именно отталкиваясь от этого графика. Само собой, эту систему я ему дал, так как он особо одаренный и способный ученик. Который честен, довольно-таки сам перед собой. Выполняет задания. И слушается не только преподавателя, но и родителей, которые контролируют его домашние занятия. Лист самоконтроля я взял из сборника 2018 года. С фестиваля Utah Honors Horn Camp. Под названием «Мануальная техника». Стоит отметить, что и этот сборник не полностью творение волтермистов с фестиваля 2018 года. Он в основном ссылается и вбирает в себя упражнения и методики развития выдержки мышц аппарата из сборника 2010 года. Тоже американского. Под названием «Методика для волторни. Смотри, слушай, учись». Этот сборник с CD-диском использовался во всех американских школах при обучении новакам игры на волторни в духовых оркестрах. Я познакомился неплохо с их этим сборником, учитывая, что у меня есть онлайновые ученики из Америки, из Нью-Джерси. Также познакомился с английской системой занятий, потому как есть и из Лондона тоже ученики. Отмечу, что, говоря в общем, опять возвращаясь к своему ученику Роману Болотову, пройдя динамику практических занятий по развитию аппарата сроком в три месяца, учеником седьмого класса Романа из детской школы искусств результат не был достигнут. Первое, на что я обратил внимание после этого, когда подвел итог всех его занятий, это обратил внимание на его муштуку. Учитывая, что не получалось развить выдержку, было понятно, что ему не подходит размер этого муштука. Затем я обратил внимание, что и чашка, в принципе, мне тоже не понравилась. Сошлюсь немного на статью сейчас немецкого специалиста Карла Бразильмайера, руководителя фирмы по производству муштуков Бразильмайер. Музыкант, говорил он, должен сам выбирать для себя муштук, который даст ему свободу в достижении желаемого звука и стиля. Я считаю, говорил он, что важным вкладом в достижение этих целей является разработка разборных многосоставных муштуков. По мнению Карла, не существует плохих муштуков или хороших. Вопрос лишь в том, насколько они, подходя, выбраны для определенных задач, не считая дешевых продуктов, которые в основном кладут как бесплатное приложение к новым инструментам при покупке их. Стоит отметить, что так же, как каждая страна имеет свой собственный язык и каждый регион имеет свои собственные инструменты и муштуки, все они, эти инструменты и муштуки обладают своим собственным характером. Недаром родились такие фразы, как венский стиль звука, фразу, которую мы слышали не раз, или еще такие фразы, как немецкий, европейский и австрийский стили. Вот такие вот все фразы встречались. По крайней мере, на моем опыте. В рамках моего исследования проекта «Российский волтерновый муштук» были изучены и протестированы свойства огромного количества муштуков разных европейских фирм. Перечислю, к примеру. Такие, как Паксман, Шилка, Холтон, Ханс Хойер, Шмидт, Бруна Тилл, Шмидт Ориджинал, Ямаха, Вэдж канадские, может какие-то очень дорогие, скажем так, Бах, Консельмер, Денис Вик, Джей Кей. Скажу, что у меня появилась возможность заняться этим вопросом только благодаря сотрудничеству с руководителем фирмы по ремонту инструментов в городе Краснодаре, фирмой «Аргерус» с Виталием Бадиновским. Это мастер у нас в городе, специалист высокого уровня. Он также является первым трубачом Кубанского симфонического оркестра, регулятором первой трубы в джазовом оркестре имени Георгия Гораняна. Благодаря нашему сотрудничеству у меня появилась возможность, наконец, создать для себя и ученика муштуки, которые разительно повысили качество исполнения и возможности открыли новые. Стоит отметить, что муштуки – это гигиеническое изделие, полость рта, за которым надо ухаживать и подбирать его следует очень тщательно. Тем более, что металлические поля из латуни или бронзы могут у некоторых музыкантов вызывать аллергические реакции. Так как латунь, к примеру, содержит частицы цинка, либо никелированные старинные муштуки, которые иногда передаются по наследству у музыкантов, от преподавателей к ученикам и так далее. Они могут быть также токсичны, потому как тоже включают в себя в состав цинк. Таким образом, это все и постепенно сподвигло и привело к появлению пластиковых полей и именно составных муштуков. Прошло время, когда ходили волторнисты с латунными болванками в руках у нас в стране и все время с наждачной бумагой, и их подтачивали. Прошло то время, когда на 100 причин и проблем, у преподавателя был всегда один ответ – ты либо мало занимаешься, либо пойди еще гамки поиграй. В наше время, когда изменился образ жизни, изменились требования, изменилась оплата труда, профессия стала менее востребована у нас, до основных, сейчас самая востребованная – это у нас интернет-профессии. Все это повлияло на уровень музыкантов, на уровень как их профессионализма, так и на контингент. А контингент, соответственно, это всегда конкурс и спрос на профессию. Учитывая, что контингент уменьшился, так как, учитывая, что в советское время были всегда при всех дворцах культуры, при заводах большое количество духовых оркестров и кружков с духовыми оркестрами, была всегда возможность массам детей приходить и этому бесплатно обучаться. Это все закрылось, прошло то время, и сейчас в духовой оркестре есть только лишь в специализированных образовательных учреждениях. Если мы берем этапы для общих масс, куда можно будет быстрее всего попасть, кружков с духовыми оркестрами сейчас нету, есть только профессиональные коллективы духовых оркестров, в которых работают специалисты, а так только есть в детских школах искусств. Такие коллективы, на которых ребенок может прийти, попробовать, послушать, что это такое. Соответственно, уменьшается спрос и уменьшается количество абитуриентов и поступающих на эти специализации. Таким образом, учитывая, что уменьшилось количество, у каждого преподавателя появляется новая задача в наше время, используя возможности открытых границ в плане образовательных. То есть у нас появился интернет, открылась возможность общаться с музыкантами со всего мира, открылась возможность передавать и обмениваться сборниками образовательными тоже со специалистами из других стран. Таким образом, мы вступили в такую форму обучения, при которой, работая с контингентом, с тем, который у нас есть на данный день, а на данный день у нас контингент менее всегда поступает подготовленный к музыкальной деятельности, даже брать маленьких детей. То есть поменялся ритм, поменялась культура, все изменилось, и все это привело к новым трудностям как раз для преподавателей по музыкальным инструментам, и особенно по духовым. Так как в наше время уже очень мало людей знают, что такое духовые инструменты. Если и знают, то только саксофон, трубу и, в принципе, все. Остальное все они называют дудочками. Соответственно, перед каждым преподавателем по духовым инструментам стоит задача, равная идее фикс, обучить максимально того ученика, который хочет продолжить обучаться по специализации. То есть дать ему максимальные знания, которые помогут ему достичь этого уровня, достичь уровня самому, и обучить его саморазвитию, самообучению. Это важный фактор, который влияет в наше время вообще на систему образования, систему обучения. Так как главным вопросом является вопрос контингента. В сознании наших старших учителей еще хочу сказать, что еще живут мысли, где слово «моль штук» для них не несет такой важности, как должно быть. Именно поэтому до сих пор еще «моль штук» находится в категории аксессуаров для инструментов, хотя должен быть в разделе самих инструментов или их составных частей, как кроны. Неправильное отношение к этому вопросу и приводит к тем трудностям, когда, несмотря на все старания и усилия, музыкант не может преодолеть барьер. Этот уровень сложности навыка владения инструментом. Несколько слов теперь скажу о еще таком нюансе, как измерение муштуков. Измерение муштуков в наше время представляет большую проблему. Так как нет единого основного свода правил по этому вопросу. Обычную длину или внешний диаметр измерить традиционным способом легко. И в этом как бы не возникает проблем. А все проблемы начинаются с определения ширины чашки и ее диаметром. В этих областях нет параллельных поверхностей или цилиндров, которые можно точно измерить. Радиус соединяется с радиусом и не позволяет определить точно диаметры. Все перечисленные в начале моего повествования фирмы муштуков смело размещают параметры чашек на своих сайтах и брошюрах. Но при этом не указывают о том, где и по каким правилам и отправным точкам были измерены эти значения. К сожалению, в этой области нет стандартов и норм, которые мы могли бы и помогли бы музыкантам во всем мире сопоставлять между собой, между разными фирмами эти значения. Я сравнивал параметры одинаковых якобы муштуков по таблицам, которые показывали фирмы. И они являлись идентичными, но при игре и при их замерах выходили совсем разные параметры, разные размеры. Поэтому, когда начался мой творческий поиск, по поиску подходящих полей и муштука по удобству для своего ученика, и параллельно я и себе начал пробовать подбирать муштук, мною было принято за основу вместе с мастером фирмы Argerus брать технику измерения как в немецкой фирме Brazil Meyer. Учитывая, что эта фирма открыто говорит о том, что с каких точек, по каким параметрам, как они измеряют муштуки, учитывая, что эта фирма высокопрофессиональная по изготовлению муштуков, что это основной ее вид деятельности, она сотрудничает с музыкантами со всего мира, мною было принято решение брать это как отправную точку. Мы по тем же параметрам, которые прописаны у них, к примеру, как измеряют они чашку, они штангенциркулем на миллиметр внутрь опускают крайние точки штангенциркуля и измеряют оттуда. Таким образом, получили мы нужные значения требуемых нам размеров и от этого начали искать, подбирать и вытачивать сами поля. По мнению Карла Бразильмайера, составные муштуки для профессиональных музыкантов являются основной видом инструмента. С основной частью инструмента. Хотел сказать с основным видом инструмента, потому как профессионально подобранный муштук это половина дела, скажем так. Дальше, конечно, еще индивидуальное мастерство составляет примерно половину от этого и еще половину качественных инструментов, которые в руках. Но муштук это, наверное, одна из ключевых позиций в достижении определенных точек. Что еще хотел сказать? Работа мышц аппарата волторниста это способность гибко растягивать апературу круговых мышц полости рта. Внешние углубления вот здесь, к примеру, мы использовали. Это все муштуки, которые у меня здесь представлены. Они у меня находятся всегда рядом. По ним, в общем-то, можно и судить по технике исполнения, которую мы делаем сейчас здесь, в Краснодаре. Сейчас я упомяну вначале про внешний зацеп, это внешнее углубление. Вот здесь она с края проходит. помогает лучше удерживать мышцы в натяжении, создавая более комфортное и устойчивое положение при игре высоких зубков. Внутренний зацеп, он тоже имеется, это внутреннее углубление, то есть эту технику мы применили, использовали, нашли ее и теперь применяем каждый раз, когда кому-то вытачиваем мышцуки на заказ. Это было наше открытие, наше достижение, которое мы выявили как важный фактор при создании мышцука. Особенно, если это мышцук для высокого регистра. Также стоит отметить, что на полях еще есть внешняя верхняя точка. Верхняя точка мышцука. Она находится примерно по центру полей. Если, грубо говоря, рассказать хотел теперь о ней, построении мышцука в верхней точке, перейдем к следующей теме, построению мышцука. Если разместить мышцуку на твердой поверхности, не потереть его по ней, то мы заметим, как изначально гладкие отполированные поля станут поцарапаны. Но они будут поцарапаны не по всей площади ширины полей, а всего лишь по тонкой центральной линии посередине площади поля. Эта точка является главным средоточением с наибольшим давлением на губах у музыканта. Стоит отметить, если эту точку сдвигать влево или вправо, не меняя при этом ширину полей, то ощущение, тем не менее, будет очень сильно меняться у музыканта, равно как и будет смещаться прицельность попадания в ноты. А теперь поговорим о строении чашек. У волтернистов существует три вида муштуков с разным строением чашек. В-образная, вот как два таких ярких представителя. у-образная, вот здесь больше на рюмочку похожа, и W, W, это двойная, двойная чашка ее еще называют. Каждый тип чашек дает отличительные краски тембра и при этом также влияет на переходы между регистрами и на четкость попадания в сами ноты. как правило все венские чашки имеют строение простое типа W и предназначенные для игры в средних и высоких регистрах. Из минусов такого строения является прямота звука. У-образные чашки идеально подходят для среднего и низкого регистров и обладают более насыщенным и глубоким тембром. Ну а двойные У-образные чашки сохраняют также глубину, но придают дополнительную широту тембра за счет более глубокого построения чашки. но они из-за этого менее яркие чем простые У-образные чашки. То есть Double Pug имеет более насыщенную густоту. Чашка Муштука несет в себе очень большую роль в игре музыканта формируя звук поток воздуха она может сужать губы или давать много пространства она бывает очень мелкая или очень глубокая и наконец она соединяет поток воздуха с инструментом с винтелями и помпами. Идеального конечно Муштука не бывает он для каждого должен быть адаптирован и под индивидуальные задачи. И чтобы это произошло должны быть компетентны в этом вопросе не только исполнитель но и мастер. поэтому мне очень повезло так как наш мастер в городе Краснодаре является еще исполнителем. Несколько слов о игре в высоком регистре. Все мы знаем записи компакт-дисков London Horn Sound где 16 выдающихся волторнистов со всего мира записали уникальные аранжировки эстрадного джазового направления дав толчок всему волторновому миру к дальнейшему саморазвитию расширив возможностей инструментов. Один солистов этого состава был Биллиам Вермуллин американский волторнист солист хьюстонского симфонического оркестра с 1990-х годов. Именно он играет на этих записях в третьей октаве уходя в так называемую мертвую зону. Напомню что регистр волторны считается от ноты ми большой октавы до ноты ми третьей октавы. Хотя в современных концертах для особо знаменитых волторнистов таких к примеру как Сара Виллис из Берлинской филармонии которая занимает позицию низкой волторны написан концерт в котором учитывая что ее способности позволяют брать очень хорошо низкий регистр написан концерт до ноты ре большой октавы. Но там зато без верхних звуков особо. средний регистр плюс низкий регистр специально для низких волторнистов. Это отдельная позиция в Европе и Америке и отдельная специализация даже которой обучают. Если говорить о Вильяме Вермуллине который по специализации высокий волторнист то его регистр является от ноты ре большой октавы до си-бемоля третьей октавы то есть на кварту выше в мертвую зону уходят и играют эти ноты точно в них попадая. Такие возможности возможно развить используя технологии школ к примеру как маджо и плюс используя специальную форму муштука и полей. чем выше частоту которой должны вырабатывать губы тем больше энергии затрачивают мимические мышцы. Учитывая это высокие тона можно достичь не используя не прикладывая такого большого труда если уменьшить ширину чашки и соответственно у мускана появляются резервы которыми он может экономить силы и достигать более точных высоких тонов а звук становится соответственно ярче и пронзительный конечно техника игры в высоком регистре не заключается только в одной лишь чашке муштука и в полях но это важная составляющая следующий аспект ножка муштука ножка муштука влияет на степень игры в процентном соотношении равном его длине муштука музыкант редко осознает важность этой части как правило отмахиваться от этого пункта характеристик муштук в основном оценивается в соответствии с глубиной чашки и шириной полей а через ножку муштука обычно оценивают лишь степень ее загрязнения но муштук работает как сопло и ножка как сопло форма которого определяется по силе и скорости сжатия воздуха переходящего в самый инструмент форма и длина ножки влияет не только на расход воздуха при звукоизвлечении но и на краску звука и на общий строй соответственно это важная составляющая и при условии что муштук будет трехсоставным вот собственно говоря представлены здесь без полей трехсоставным муштук которые мы сделали здесь очень хорошая ножка она узкая соответственно экономит много сил не надо подавать много воздуха в нее теперь расскажу немножко о том как мы пришли к этому как мы занимались поиском материалов при создании муштуков жизнь дали от суеты когда ритм жизни музыкант устанавливает в себе сам позволяет заниматься поиском и размышлением так было и у нас музыкант первый был тарнист музыкального театра Виталий Абдулов сотрудничая также с мастером Аргерус заметил что некоторые музыканты играют на пластиковых полях и почувствовал желание к эксперименту задавшись вопросом по поиску таких такого материала для создания таких полей для себя учитывая что покупка в принципе муштуков и поиск и подбор себе нужного размера как и полей так и муштуков дело очень затратное особенно если покупать из-за рубежа поэтому проще было естественно и целесообразнее разобраться в этом самим и заниматься производством самим что мы собственно и сделали стоит отметить эта идея понравилась мастеру фирмы Аргерус и это было для обоих нечто новое проведя мониторинг материалов которые могли бы подойти для этого был выбран материал полиацеталь черного цвета далее нашли в интернете компанию которая это продавала и купили на пробу 2 метра брус полиоксиметиленовый черный начав эксперимент коллега Виталий Абдулов волторнист поделился идеей со мной и показал первые сделанные ими поля которые они выточили мне идея также очень понравилась я присоединился к эксперименту стоит отметить что резьбу вытачивания под муштуки мастер фирмы Аргерус уже умел делать он себе тоже делал уже составные муштуки для трубы но поля он еще к этому моменту не вытачивал только делал резьбу а поля он заказывал из-за рубежа с Германией я хотел узнать после того как увидел те поля которые они сделали что будет если я увеличу ширину пластиковых полей вот здесь в принципе очень даже наглядно видно что муштуки вот здесь поля очень широкие это вот здесь уже они не такие широкие как здесь затем мы еще больше уменьшили этот размер ну это был поиск поиск звука поиск тембра результат мне не понравился он сильно глушил звук с другой стороны в оркестрах где требуется очень тихо играть в камерных это тема в принципе подходит да то есть количество материала можно использовать больше на полях соответственно звук будет тише и глуша и более мягкий бархат следующим пунктом после того как мы получили результат пластиковых полей было понятно что пластик более приятно чувствуется на губах приятно ложится очень появляются новые удобства но поиск был тембра уже дальше индивидуальным у меня от природы очень яркий звук поэтому я хотел его сделать более густым более плотным но менее ярким соответственно при этом взяли для этого латунь из заготовок которые были у мастера так как он сам делает производит инструменты у него был металл он заказывает его из Германии он производит трубы фирмы Argerus и тромбоны также отмечу что ход резьбы который использует мастер фирмы нашей она кратно зарубежным английским паксмановским фирмы паксман таким образом английский палеат фирмы паксман также подходит на эту резьбу которая используется на всех этих муштуках подытожу на данный день мы сделали полностью трех составных муштук который в общем-то стоит очень больших денег для нас это стоило кратно почти в четыре раза дешевле само собой что мы тратили на это ресурсы покупая материал занимаясь поиском в любом случае труд мастера он всегда оплачивается сейчас же недавно когда фирма Wedge выпустила новую линейку гибридных муштуков используем 3D принтера и материал из медицинского пластика я также начал поиск в этом направлении и в конце видео я еще приложу несколько фото по нашему поиску и по использованию разных видов материала там были неудачные и вот сейчас я скажу что примеру учитывая что зарубежные фирмы использовали медицинский пластик я тоже взял на пробу наш медицинский пластик который используется для базисов зубыных протезов белокрил М и по результатам испытаний материал получился как и описано у них в инструкции розового цвета плотная была текстура но к меткой обработке он оказался непригоден он крошился на этом как бы с этим материалом вопрос будет закрыт дальше сейчас мы продолжаем вести поиски по полимерным материалам которые также относятся к 3D принтерам такие как полимерная экологически чистая смола сейчас очень интересно этот материал будем испытывать и пробовать но об этом уже скорее всего в следующие месяцы или в следующий раз я запишу еще видео и напишу статью о дальнейших наших исследованиях благодарю за внимание субтитры Продолжение следует... Продолжение следует...